Тихой и ясной ночью в сельской местности одна дама мирно спала. Ее собака посапывала на краю кровати. Вдруг обеих разбудил громкий треск. Что-то упало с потолка. Собака начала лаять на шумного невидимого чужака. Собравшись с мыслями и вытерев лицо, женщина включила свет. Она оглядела комнату, пытаясь найти причину шума, и пришла в шок, увидев огромную дыру в потолке, а прямо под ней, рядом с тем местом, где только что лежала ее голова, женщина заметила камень размером с кулак. Потрясенная, она тут же позвонила ответственному лицу, и ей ответили, что камень, скорее всего, прилетел с соседней стройки. Это еще больше сбило ее с толку, поскольку она находилась в глуши, и камню прилететь было неоткуда. На следующий день ответственные лица приехали для расследования. Дальнейший, более детальный анализ показал, что это был не просто камень, а метеорит. Знаете ли вы, что шансы того, что у вас попадет метеорит, составляют примерно 1 к 250 тысячам? Они могут показаться мизерными. Однако для сравнения, вероятность встретить акулу – 1 к 3,5 миллионам. Часто ли вы летаете на самолете? Возможно, вам будет приятно узнать, что вероятность попасть на нем в торнадо – 1 к 13 миллионам. А если вы азартный человек, знайте, что ваш шанс выиграть крупный джекпот составляет 1 к 292 миллионам. С учетом этого можно признать, что падение метеорита – довольно частое явление. Тем не менее, известно очень мало случаев, когда кому-то в дом прилетал метеорит. Женщине из Канады, принявшей неожиданного гостя, повезло, что это был небольшой камень. В 2013 году астероид вошел в атмосферу Земли и упал на территории города в России с населением миллион человек. Таксист, который в тот момент вел машину, не подозревал, что астероид, вошедший в атмосферу Земли, был самым заметным гостем из космоса за более чем 100 лет и имел ширину 20 метров. Все знают, что астероиды – это гигантские объекты, которые вращаются вокруг Солнца, но не являются планетами или спутниками. Они состоят из камня и пыли и имеют самые разные формы. Самый большой из них достигает 530 километров в диаметре. Астероиды в основном обитают в поясе между Марсом и Юпитером. Можно представить, какое путешествие космический камень проделал в тот день. Учитывая, что пояс астероидов заполнен всевозможным мусором, столкновения между объектами там очень вероятны. Когда они сталкиваются друг с другом, их траектория меняется, выводя их за пределы пояса. В тот день астероид выкинула в направлении нашей планеты. Таксист затормозил, когда астероид вошел в атмосферу. Мужчина увидел на улице множество людей, указывающих на небо. Он вышел из машины и посмотрел в том же направлении. Он увидел в небе длинный дымный хвост с ярким объектом во главе, который мчался с невообразимой скоростью. Когда атмосферное давление замедлило и нагрело астероид, заставив его светиться ярче, он устремился к Земле. Мужчина стоял как завраженный. Он наблюдал, как астероид становится все ярче и ярче, пока на мгновение не стал и ярче Солнце. Таксист отвернулся и прикрыл глаза рукой, чтобы заслониться от вспышки, так как смотреть прямо на астероид стало невозможно. Но когда астероид достиг пика яркости, он распался на несколько кусков, которые продолжили падать на Землю. Мужчина огляделся. Люди на улице стояли молча, не понимая, что только что произошло. Вдруг они услышали несколько громких ударов вдалеке. Земля задрожала, когда падающие куски астероида врезались в Землю. Окна в зданиях разбились в дребезги. У припаркованных машин от вибраций сработала сигнализация. Некоторые люди побежали, но остальные замерли, переглядываясь друг с другом и все еще пытаясь понять, что случилось. Пострадавшая территория была обширной. Ее диаметр достигал 100 километров. По всему городу были разбиты окна. Когда осела пыль и завершились первые работы, ученые начали анализировать осколки астероида, чтобы определить, откуда он прилетел. Они обнаружили, что его визит действительно стал следствием столкновения в поясе астероидов и что 20-метровый камень был лишь крошечным кусочком более крупного астероида. Учитывая многолюдность места, куда упал астероид, просто чудо, что он ни в кого не врезался. Известен только один случай, когда метеорит вступил в физический контакт с человеком. Это произошло в 1954 году в США. Многие жители района в тот день сообщали об астероиде, утверждая, что при приближении к Земле он был размером с баскетбольный мяч. Но он сильно уменьшился в атмосфере к тому моменту, как попал в дом женщины и ударил ее. После того, как космическое происхождение камня было подтверждено, американка стала первым и единственным человеком на Земле, которого точно поразил метеорит. В поясе астероидов есть и кометы. Кометы имеют такие же разнообразные размеры, как астероиды, но состоят в основном изо льда. В их теле также могут присутствовать кусочки камня и пыли. За кометами тянется длинный хвост, который образуется в результате их взаимодействия с Солнцем. Кометы находятся не только в поясе астероидов, они летают повсюду, не ограничиваясь нашей Солнечной системой. В своей истории человечество неоднократно наблюдало за периодическими кометами, которые видны с Земли на крошечном отрезке своего долгого путешествия по Солнечной системе. Наиболее примечательна комета Галлея, которую можно видеть с Земли в среднем один раз в 76 лет. В последний раз ее видели около 36 лет назад. Первая известная запись о комете Галлея была сделана еще в 240 году до н.э. Ожидается, что в следующий раз комета Галлея скажет нам привет примерно через 40 лет, так что приготовьте свои телескопы. Астероиды и кометы, конечно, большие и страшные. И мы знаем, что динозавры не смогли подготовиться к визиту астероида, который положил конец их правлению на планете. К счастью для нас, людей у нас есть ученые, которые внимательно наблюдают за Солнечной системой. Астероиды и кометы настолько велики, что их легко обнаружить, поэтому в ближайшее время беспокоиться не о чем. Теперь, когда мы разобрались с большими космическими камнями, давайте перейдем к их меньшим родственникам. Самые маленькие – это метеоры. Они состоят из камней и пыли, и настолько малы, что сгорают в нашей атмосфере, не оказывая никакого воздействия, кроме светового шоу. Метеоритные дожди – это любимое зрелище всех начинающих астрономов. Такие явления происходят примерно 30 раз в год, и их легко предсказать. Вам остается только отправиться за город в ясную ночь и взять с собой одеяло. Но почему происходят метеоритные дожди, и почему их легко предсказывать? Это связано с тем, как комета получает свой хвост. Когда солнечное тепло взаимодействует с кометой и отделяет от нее газ и твердые куски, а Земля оказывается на пути этих обломков, мы можем наблюдать метеоритный дождь. Метеоры слишком малы, чтобы достичь Земли и полностью сгорают в атмосфере. Но что, если бы они могли достичь поверхности? Ну, они бы считались метеоритами, состоящими из тех же компонентов, что и метеоры. Но если бы мы случайно на них наткнулись, то нашли бы только твердую породу. Самое интересное в метеоритах то, что они представляют собой кусочки древней головоломки, которые летают по космосу многие миллиарды лет. Они могли бесцельно летать в космосе еще до того, как Солнце появилось на небосклоне. Солнечная система будет и дальше преподносить нам сюрпризы, подобно астероиду, упавшему в России в 2013 году, который ученые не заметили, потому что в тот день следили за другим астероидом. Людям свойственно учиться на ошибках, и хочется верить, что о визите следующего большого астероида мы узнаем заранее. Астероид. 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 Астероид.